В Актюбинской области ведется работа по заготовке кормов сельскохозяйственным животным. Требуется запастись полудрагодичным запасом объемом свыше 2,5 миллионов тонн. Большая часть уже заготовлена благодаря хорошему травостою на территории региона. Сейчас сенокос активно ведется в Мартугском, Мугаджарском, Кабдинском и Шалкарском районах. По второй половине лета в преддверии старта уборочной кампании зерновых культур проводится активная работа по заготовке кормов. Аграрии запасаются сеном на зиму. Всего на зимовку 2024-2025 годов по области уйдут свыше 918 тысяч сельскохозяйственных животных. И уже сейчас важно пополнить требуемые объемы кормов. Всего в текущем году требуется заготовить 1 миллион 846 тысяч тонн кормов, в частности сена и необходимые запасы однолетних и многолетних трав. Однако важно учитывать климатические условия. Зимы бывают долгими и холодными. В этой связи важно избежать дефицита кормов в холодное время года. На Кематом области установлены полуторагодичные нормы заготовки. Таким образом требуется свыше 2 миллионов 700 тысяч тонн. Для выполнения намеченных объемов есть и условия. Площадь земель сельскохозяйственного назначения по региону составляет около 27 миллионов гектаров. Эти наделы в основной массе отведены под пастбище, сенокоз и выращивание кормовых культур. К слову, всего в текущем году на заготовке кормов задействовано более 10 тысяч единиц техники и различных агрегатов. По состоянию на 5 августа по области уже заготовлено 1 миллион 895 тысяч тонн кормов. План полуторагодичной заготовки выполнен на 68,5%. Работа ведется активно, благо в текущем году обильные осадки принесли хороший травостой. Сейчас в Моголжарском, Хабдинском и Шелкарском районах ведется активная работа по заготовке кормов. В Мартугском районе аграрии запаслись объемами сена свыше 5 тысяч тонн. В крае также заготавливают солому при уборке озимых культур. Нет проблем с обеспечением дизельным топливом. Оставшиеся с пассивной компанией объемы ГСМ перераспределяются на мероприятия по заготовке кормов. Требуемые объемы сена многолетних и однолетних трав позволяют повышать поголовье скота, способствуют развитию племенного животноводства. К слову, на эти цели выделено 5 миллиардов 600 миллионов тенге. На сегодняшний день фермеры уже освоили 2 миллиарда 800 миллионов. Заявки от агроформирований на субсидии продолжаем принимать. Отметим, всего по региону насчитывается свыше 558,5 тысяч голов крупного рогатого скота, более полутора миллионов голов баранов и овец. Также на балансе местных агроформирований числится 317 тысяч 400 лошадей, около 22 тысяч верблюдов и более 1 миллиона 100 тысяч голов различных видов домашней птицы. Николай Сырбов, Самат Каликенов, Телеканал Актубе.